всем привет друзья сейчас мы будем устанавливать термостат на ford explorer с мотором ой чве для этого нужно открутить сначала защиту дроссельной заслонки откручиваем болтик один или два у нас ну у меня один аккуратно кладем убираем защиту сторону далее нам нужно снять вот этот патрубок сначала отстегиваем датчик температуры входящего воздуха и как-нибудь его закрепляем затем отстегиваем значит эту трубку отвода картерных газов откручиваем головочкой на 8 вот здесь хомутик где патрубок притягивается к дроссельной заслонки надеваем перчатки для пущего усилия нам нужно немножко отстегнуть воздушный фильтр и снять весь этот патрубок откинуть его в сторону чтобы он не мешал нам виде монтаже термостата стягиваем с дросселя и откидываем в сторону теперь у нас открывается доступ к термостату берем головочку на 10 если простой не получается берем гибкую такую гибкий переходник болтики не очень-то легко даются расположены неудобно но при помощи сноровки мы открутим и достанем наш термостат здесь я использовал удлинитель откручиваем главное не потерять эти болтики аккуратно складываем и снимаем вот эту вот патрубок видим что нам открывается вид на термостат теперь нам нужно извлечь термостат вот новый термостат он практически такой же вот видим уже снятый термостат вытащили с резиновым кольцом нам теперь резиновое кольцо нужно надеть на новый термостат видим такой вот вид открывается одели уже колечко убедились что прилегает она плотно вообще колечко матем резиновым рекомендую запастись мало ли что может ваш старый порвется но у меня хорошее кольцо я знаю потому что мне три года назад меняли термостат теперь я делаю это сам вот так вот аккуратно его заталкиваем и прижимаем смотрим чтобы все было четко посмотрим патрубок с обратной стороны не сильно ли там он загрязнен я его протер тряпочкой осталось за кадром хорошенечко протер и значит на место на свое уже начал прикручивать немножечко наживил все три болта чтобы отцентровать хорошо чтобы у нас все на старое место легло очень неудобно снимать и держать эти болты одновременно очень маленькие болтики и место труднодоступное в итоге вот все сделали прикрутили проверили рабочую температуру 87 градусов все работает отлично подписывайтесь на канал ставьте лайки будет много интересно